всем привет друзья вы на канале диванного кровяковода вот такие вот всякие забавные вещи появились у меня пришлось съездить купить и мышевого и вот такого я думаю на самом деле всякие разные покупаю вот я гляжу что и здесь на самом деле по разному одни зеленые зерна покупаю также такие рыжие шарики там специальные сырные тоже с отравой в общем нашествие мышей и крыс у нас в этом году конечно тотальное хозяйстве из-за того что очень много сена сейчас ведь еще появились баранчики у нас кроликов у нас становится больше соответственно больше просыпается на землю всяких комбикормов зерна и как бы и всего прочего также птички у нас постарались птички тоже много раскидывали много чего оставалось от них в общем тепло хорошо в сарае и полной еды в принципе на улице поэтому сейчас от крыс и мышей у нас конечно вообще прямо просто спасу нет причем ладно бы они обитали только на улице только до сарае в помещениях где содержится животные поближе к так еде и так далее как известно у нас кстати комбикорма и зерно хранится на веранде то есть в доме у нас не стоит никакой еды в сараях кроме той что есть у животных ну и соответственно сено стоит во дворе так что получается ладно там да в сарае еще можно что-то поесть и принципе тепло там сейчас бараны хорошо натапливает помещение но у нас мыши лезут и в дом что нужно в доме не очень понятно на самом деле да тепло конечно доме гораздо теплее как бы хорошо выращивать потомство там и так далее но в доме есть одно большое но у нас здесь нет в доступе какой-то еды то есть мы не из тех кто оставляет там бутерброды там на столах или что-то такое да там единственное что картошка у меня хранится возле помойного ведра побраковины это ее последнее время я убираю но вот что-то они прямо зачастили прям уловленная на каждую неделю какую-то мышь и собственно по этому поводу хочу поговорить что вообще эффективнее вот такие вот да всякие мышеловки или же все-таки просто отраву всыпать и забыть об этом ну как с отравой забыть не получится то есть придется сыпать буквально ежедневно и на самом деле расход такой немаленький получается чтобы вот одну крысу хотя бы да там как-то убить и вам в пакетике 200 грамм вот вам целый этот пакетик только на одну голову красивую нужно перевести принципе так тут и написано что где-то сто сто пятьдесят двести пятьдесят грамм получается вот на объекты заселенные крысами по сто сто пятьдесят грамм и это нужно еще сделать на расстоянии то есть это не одна кладка 150 а две три четыре то есть вот так вот на самом деле скажу что проще не делать везде кладок а просто знать в каком месте появляется крыса или мышь и когда вы знаете в каком месте то вы можете применять классе например вот в эту мышеловку приманку именно вот эту отравленную то есть даже если попадется слишком умное животное и просто вокруг грубо говоря съест приманку и не попадется в мышеловку то все равно вот эта отрава ее добьет и догонит сейчас показатели эффективности и мышеловок и яда на самом деле одинаковы что могу сказать по применению всех этих устройств вот для мышей заводится несложно все это дело единственно вызывает сомнения когда ты ставишь вот вот так вот прям на кончике вот так вот будет это все висеть и и очень честно говоря страшно ставить и я думаю что в пустую она сработать тоже может от какого-нибудь ветра там волчка там не знаю бараны побегали вибрация какая-то появилась так что могут и пролетать все эти вещи в пустую зерно зерно на самом деле очень много беды тни зерном то есть вам нужно реально каждый день как на работу ходить проверять ели не съели где подсыпать и что-то мышеловку можно в принципе оставить там раз в день и зайти посмотреть она взведенная там или ака у вас там мышь попалась или там что-то подправить надо немножко проще и вот когда вы знаете конкретно да из какой дырки в принципе лезвие вот эта пакость то очень удобно мышеловки реально ставить на вход существо в любом случае заметит что какая-то еда появилась прямо возле гнезда учитывая что все мы в этом мире очень ленивые это и животные и мы люди как бы срабатывает стопроцентно если конечно опять же это не какое-то очень умное животное но вот сложно например у гнезда маленькой мышки я вот попозже выйду покажу очень сложно ей будет как-то вообще обойти эту ловушку то есть и оттуда на выйти в любом случае нужно искать еды потому что вся в неделю как бы еда у нее не растет поэтому она в любом случае она пройдет просто по вот этой вот ловушке касаемо да насчет мышеловок вот касаемо их разнообразие самом деле я не эксперт может еще какие то есть мне попались деревянные в магазине и вот такие вот пластиковые деревянные как я уже сказала немножечко страшно ставить потому что ну можно себе и по пальцу схлопотать очень очень тоненькая грань получается между срабатыванием вот эти вот получается пластиковые вот так вот она взводится легко и просто намного легче чем вот это вот как бы легче не по силе а просто по действию тут просто нажал а тут надо зацепить подцепить поджать здесь мне понравилось что есть уже вот это вот специальная емкость для какой-то еды то есть кладете сюда кусочек я клала сюда вот приманку ядовитую и собственно просто подходит мышь там или крыса на крысу мне кажется такое не сработает она вместе с ней куда-то убежит и там где-нибудь потом ее снимут а вот мыши да мыши на такую ловится в принципе зажимаются ей но опять же сколько я мышей на такие уже не приловила они все от места где я ставила ловушку они где-то в метрах двух понимаете то есть она бежит с ней на реальность не бежит как бы ее ничего не смущает до порога времени как бы вот из того что понравилось да насчет срабатывания то в принципе тут не такое вот оно прям на грани нежели вот здесь но мне кажется что по надежности по сроку действия вот этих вот двух агрегатов вот это тут выиграет чем проще устройство по моему тем дольше живет тут просто деревяшка металл да а здесь все пластиковая то есть мне кажется что зимой когда мороз вот так вот какая-то мышь попадется потащит ее за собой она может и раскрошиться на самом деле и вот это вот тоненькая полочка вот она но она не внушает какого-то доверия и не дает мыслей о долгом сроке службы так что как-то так зерно у меня пререканий никаких нет скажу что именно вот такое зерно они больше любят нежели сырные шарики там или какие-то сконтанные гранулы но советуют менять поэтому я тоже собственно меняю ибо желатина особенно крысы они очень и очень умные то есть если одна увидишь что вторая где-то потравилась да и знает место она туда уже не пойдет есть а меняя приманку в этом же самом месте как то получается что еда меняется но для нас то смысл не меняется то есть мы все равно отправили на такую приманку я потравила уже где-то около трех мышей и двух получается крыс вот эти вот штучки я приобрела не так давно поэтому сегодня мы в принципе пойдем посмотрим попалось ли что-нибудь в очередной раз а так я уже снимаю наверно раза два мыши именно для крысы а для крыс у меня в сарае стоит она одна поэтому покажу дальше уже в ролике так что вот такие вот штучки друзья ну пойдемте посмотрим что вообще у нас из этого вышла ну вот вышла я на улицу и первое место где у нас есть мыши это как ни странно погреб в погребе съедобного лежит на полу только капуста возможно они из-за нее ходят но я думаю что ходят они на самом деле из-за мусора вынуждены я здесь в погребе хранить бытовой мусор всякие шкурки пакетики там и так далее почему потому что мусоровозка у нас приходит только в пятницу и получается я не любитель запахов я не могу этот мусор хранить сугубо дома но и на улице я тоже хранить не могу потому что сразу придет соседский кот он очень любит растаскивать мусор по всему участку это проблема и пятницы в принципе когда ты ставишь пакеты на дорогу как бы а потом получается что соседская котяра у тебя все эти пакетики раскрывала и порастаскала ну ладно о чем я собственно говорила вот у меня здесь лежит крышечка из-под яда как вы видите она пуста и вот здесь вот вход в мышиную нору здесь кстати стояла мышеловка сейчас мы ее будем искать куда-то она завалилась это значит что она возможно поймала мышь мышь поселилась там и вот о чем говорила о том что очень удобно вы ставите сюда мышеловку и она никак не может мимо нее пройти мышеловка яд сверху на мышеловку и все мы что процентно должна была пойматься сейчас мы посмотрим вот я ее уже вижу ну собственно вот о чем и речь на пластиковую мышеловку поймала я таки мышку вот так вот ее зажала то есть она успела даже голову убрать но лапы у нее передние там и остались минус один товарищи минус один теперь пойдемте прогуляемся в наш сарай посмотрим что у нас там закроем дверь чтобы собака не мешала здесь у нас ничего и вот видите снова я оставила мышеловку именно к мышиной норе на самом деле это уже крысиная нора здесь у меня постоянно ходила крыса после птицы осталось немножко зерна вот в этой плошки и собственно я начала замечать что зерно куда-то девается с этой плошки все некогда было его забрать да и честно говоря я не люблю остатки из каких-то кормушек возвращать в мешок с зерном неиспользованным поэтому оставила так думаю ничего страшного полежит потом куда-нибудь дену ну куда на помойку потом дену собственно но нет не успела вот установила здесь ловушку как и говорила видите сейчас поближе покажу вот он этот зацеп миллиметровый и видите я положила корм получается приманку за зацеп то есть чтобы ее взять ей придется на либо она сбоку конечно возьмет но скорее всего она полезет именно через зацеп чтобы здесь у пряжинки достать этот корм так она и попадется в мышеловку так ладно здесь нам ловить нечего пойдем посмотрим собственно почему же крыса значит отравлена и где-то она значит у нас лежит то наверное полчаса где-то я искала эту крысу все-таки где же она лежит и нашла таки нашла у кроликов эту крысу сейчас я вам покажу о чем я и говорила эффективность мышеловок и яда где-то 50 на 50 то есть одинаковая не уложила мышеловка уложил яд вот и все вот такая вот она здесь лежит мы сможем спорим вообще крыса это или огромная мышь мне кажется что это крыса на самом деле напишите в комментариях может кто-то разбирается я читала про них и вычитала что это вроде как земляная крыса именно она вот такая не очень большая но как бы все еще спорим с мужем так ли это ну ладно отсюда и на будет убрать обязательно чтобы не разносили всякие болезни дадите отсадила тут крольчат маленьких он такая юная макарошка там шастает на дети где у меня тут еще есть вот такая вот тайка от молли темненьких деток такие зайчики идите сюда не войти ой вы моськи такие крольчатки но собственно на этом все друзья что тут еще скажешь пользуйтесь так сказать мышеловками ядами и пишите в принципе в комментариях что еще можно использовать я вот слышала например о таком методе как берется получается банка железная консервная обжигается в костре и в эту банку кладется сожженная шкурка например кроличья то же самое то есть шкурку высушивают потом режут кусочками и чуть-чуть подпаливают и вот эту вот подпаленную шкуру кладут в эту обожженную банку немножечко придавливают чтобы она оттуда не вываливалась и вот так вот рассовывают по всяким разным местам по углам дома например в сараях там и так далее говорят что запах такой мертвичины и огня он отпугивает всех этих крыс мышей и прочих всяких незваных гостей но честно не пробовала мне кажется что на самом деле это не очень поможет скорее крыса придет чтобы доесть этот кусок что меня кусаешь нежели как-то напугается и убежит но теперь точно все друзья пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч кто какой кусастый